Дакар Такого успеха первое, второе, третье и четвертое место в одном зачете гонки ранее не удавалось занять ни одной команде на Дакаре. Да и вряд ли кому-то удастся в ближайшее время. 2011 год был рекордным для КАМАЗ-мастера по многим параметрам. Юбилейная десятая победа команды, седьмая рекордная победа для пилота Владимира Чагина и его абсолютный рекорд по числу побед на спецучастках 63. Кроме того, среди триумфаторов оказался и Эдуард Николаев, самый опытный из молодых пилотов КАМАЗа. Его экипаж пришел на финиш Дакара третьим. Мне очень приятно, что в том году я был один из молодых пилотов, как говорится, а в этом году нас уже трое. Да, очень радует, что ребята тоже подтянулись, что вот мы вместе. Может, это, наверное, наша мечта даже такая ее назвать, что действительно у каждого же из них. И у меня в том числе было желание именно сесть за руль и сесть первый раз, именно выехать на гонку Дакар. Тут уже само слово Дакар, как говорится, морально давит. И понимаешь, что неужели ты там будешь сам управлять этим многотонным грузовиком, там, в саваннах между камней. Да, и еще все-таки понимаешь, что стоят серьезные задачи, которые нужно выполнять. От тебя будут ждать все результата. То есть вся команда, вся страна, как говорится, да, зная о том, что столько болельщиков, столько людей болеют за такую команду. И нельзя, конечно же, подвести. Также команда КАМАЗ-Мастер презентовала в набережных Челнах новые автомобили для Дакара 2012 года. По словам пилотов, которые уже успели как следует протестировать новинку, у новой машины острый руль. То есть она более чувствительна в управлении, а потому он позволяет ехать быстрее, чем предыдущая модель боевого КАМАЗа. Эдуард Николаев, Айрат Мардеев и Андрей Каргинов – вот имена молодых российских пилотов, которые стоит запомнить. За них мы будем болеть уже меньше, чем через два месяца, когда в Аргентине стартует самый протяженный ралли-марафон планеты – Дакар, где именно им предстоит защищать честь нашей страны.